Это Марина. Она проживает в Твери. Как и многие другие, Марина в банке взяла кредит. У меня был кредит, и я не смогла его оплатить. Образовалась задолженность. И потом, после этого, меня стали коллекторы беспокоить. Вам коллекторы угрожали? Да. Писали смс-ки, приходили домой, на двери писали. А какой долг был у вас в Твери секрет? 12 700. 12 700 рублей долг? Да. И за эти деньги они вам угрожали? Да. Тогда, желая оградить себя от угроз, Марина решила обратиться к судебным приставам. Именно служба судебных приставов осуществляет надзор и контроль за деятельностью листа, осуществляющего разряд просроченной задолженности. Собранных Мариной документов с детализацией коллекторских угроз было достаточно для составления протокола. По данному делу, в рамках данного протокола 100 тысяч рублей был административный штраф. Данный штраф ими был обжалован в судебном порядке. Однако суд стал на нашу сторону, оставил наше постановление в силе. И в итоге данная коллекторская организация уже оплатила нам этот штраф в сумме 100 тысяч рублей. Но хочу отметить, что у данной коллекторской организации неоднократно были нарушения административные в соответствии с действующим законодательством по статье 14.17, то есть в рамках которого был административный штраф. Не только на территории Тверской области у нас уже два протокола по административному праву нарушения в отношении данной коллекторской, но и на территории иных территориальных органов. Но самое важное для Марины, после вмешательства судебных приставов угрозы прекратились. Спасибо судебным приставам, что помогли в этом вопросе мне. Только за предыдущий 2021 год судебными приставами рассмотрено 257 обращений должников на некорректное поведение коллекторов. По этим обращениям возбуждено 58 административных расследований. Общая сумма штрафов, наложенных на коллекторов, превысила 2 миллиона рублей. Часть этих постановлений коллекторы пытаются обжаловать в судах. Мы еще раз напоминаем жителям региона, что для обращения в службу судебных приставов вам необходимо собрать пакет документов. Доказательности такими могут быть, как СМС, которые пишут нашим заявителям, телефонные звонки, аудиозапись, обязательно записывать звонки с угрозами. По количеству звонков, чтобы нам тоже выявить, сколько предоставлять детализацию звонков, с номерами телефонов, с каких номеров были звонки, осуществлялись, присылались СМС-сообщения. Также очень часто сейчас идет взаимодействие в соцсетях. Да, вот WhatsApp, Viber, все вот эти вот мессенджеры очень активно используют коллекторы для общения с нашими заявителями. Если вдруг приходят какие-то, как у нас Марина сказала, писали ей на дверях какие-то уведомления. Вот она молодец, сохранила эти уведомления бумажные, нам принесла. Многие выкидывают, этого делать не надо. Все сохраняем, все это. Если вдруг какие-то надписи на двери, звонки замазывают, очень часто у нас такие хулиганские тоже, лучше как-то фиксировать, чтобы к нам уже прийти с доказательной базой. Документы можно присылать по почте, либо приносить лично по адресу город Тверь, улица Веселова, дом 6.